Ты думаешь, Америка это рай? Ты думаешь, только в Америке найдешь себя? Высокие зарплаты, забота о тебе, образование, работа, высокие пенсии, забота государства, все для тебя. Но так ли это на самом деле? Здравствуйте, дорогие друзья! Как я обещал, вот мы с Мишей едем по Эдмонтону для того, чтобы показать. И вот Мишина семья, жена, дочь. Проедем по Эдмонтону. Миша у нас путеводитель, пилот, штурман, водитель, который все нам покажет. Не часто такая возможность есть, чтобы кто-то меня повозил по городу, и мы могли качественно заснять все достопримечательности. Так что ладно, разворачиваю я в другую сторону. Насчет всех я тебе не обещал? Ну не все, но хоть что-то. Это в любом случае получше, чем на траке я бы все посмотрел. На траке зато высокой сижу, далеко гляжу. На траке, конечно, да. Миша у нас лихач. Нет. Да нет, тогда Миша лихач. Вот бензин у нас почем. Почем бензин? Ой, какой у вас дешевый бензин. А у вас почему? Брех дорожный. Доллар 80. Вот когда будете нефть добывать, тогда и у вас дешевле будет. Дешевый бензин у них тут. Так, это... Мы едем куда? Мы едем в даунтаун или в мост, ты говорил, какой-то мост? Да, где вот если ехать в Safe Food Food'а, через мост на Тенди Ни Хэнди? А на высокие вы-то хочет идти? Ну, нет. Ну, господи, ну, давай проедем мы туда. Не сидите в даунтаун, а потом оттуда туда. Или это как? Вот на ваших глазах Миша чуть не задавил человек. Да на наших глазах, потому что кое-то руку держит так, что я боковое зеркало не вижу. А, я? Да, ты. Ну, ладно, мы будем так держать руку. Хорошо. Сейчас мы вернемся к тому мосту. А сейчас у тебя будет возможность снять с... С восточной стороны Вест-Эдмонтон-мол. Ну, как бы он считается самый крупнейший мол в Эдмонтоне. В Северной Америке. В Северной Америке даже? Да, нифига себе. Самый большой это в Америке. Это мы удачно заехали. Самый большой в Северной Америке. Но хочу тебе сказать, что он далеко не самый большой, если брать даже по Москве. В Москве есть гораздо больше, чем вот это вот, то что здесь считается самым большим. Но в районе рынка Садовод в Москве, это как раз кольцо МКАД, только по другую сторону МКАД, прям сразу, там какой-то торговый центр, который вообще, ну, просто гигантский. Гигантский, то есть его даже, вот этот наш Вест-Эдмонтон-мол, рядом не стоит там. Ну да, я понимаю. Я в интернете видел, какие молы в России. У нас я показывал как-то, называется, Карфол-Аваль. Он считается самым большим в Квебеке. Ну вот, но это даже близко не стоит к российским, люди говорили, по крайней мере. Что в России больше ездили. Да, и больше, и красивее. Да, и красивее, в том числе, в том-то и дело. В разы красивее. Даже в том же самом Харькове были, и не один, были молы, в которых и катки, да, и катки, и какие-то там аттракционы, ну, типа, для детей, там, знаешь, как сказать, всевозможные такие комнаты, например. Здесь, как бы ты, профессии, как бы, как будто ты приобретаешь. Здесь ты там ветеринар, здесь ты там еще кто-то. Для детей. Все это тут есть. Такое развлекательное. Тут есть каток, тут есть бассейн, тут есть вандерленд, он называется, этот, как он называется? Прямо в моле? Да, прям в галакси-ленд. Там все аттракционы, как эти американские горки, там все подряд есть. Ватерпарк там есть. О, ну это, наверное, все-таки действительно большой. Он огромный, да, по всей Северной Америке он самый большой считается. Вот мы сейчас к нему подъезжаем. Гостиница там есть, кинотеатр на 12 залов. Гостиница, кинотеатр на 12 залов. Вот он. Ну вот он. Где? Ну, видишь, что это? Это вот все, это далеко, он хотел, это все, это мол. Мы еще не доехали. Вот, 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 вот он. Вот это все. Да, я вижу. Вот это все, это огромный мол. Он туда дальше идет, идет, идет. Знаете, ребят, я не успею перестроиться. Я думал. Боленький еще. Вот сейчас я поеду реально очень быстро, поэтому упритесь ногами, руками и чем хотите. Потому что мне надо перестроиться в самую ту линию. А что ты там? Потому что я тут, видишь, сужение дороги, я не заметил его. Ты успеешь? Я всегда успею. Главное, чтобы вы не въезжали. Сейчас мы будем быстро ехать. Зрители, держитесь там. Сидите на своих креслах с попкорном. Стабильно. Ха-ха-ха. Что тут 50 км в час? Констракшн. 50 км в час. Мы разогнались 107. Нормально, выдержали. Странно, а что это все молчали? Да я молча молча молилась. Оля, молча молча молилась. Ладно, не буду больше нервировать никого. Это с учетом цен на бензин, как говорится, вот этот маневр, там, баксов 20 сразу. Ну, не 20, но ты прямо это не видел. Есть шутка. Есть такая в английском сегменте тиктока, типа, вот показывает там какая-то спортивная машина, так, вум-вум, погазовало, и мужик говорит, 20 bucks right there. Где-то я оттуда. Ну, русскоязычные, наверное, эту шутку не видели. Ну, оценили. Вот какой-то район. Миш, ты можешь сказать, кто, например, в этом районе преобладающее население? Может быть, да. Ну, тут вообще вот этот вестенд, он как бы больше про... Не то чтобы про, но тут очень много русскоязычных. Не русских, а именно русскоязычных. Русскоязычных, да. Да. По всех прошлых построения. Ну, сейчас народ посмотрит на дороги, скажет, ну, ребята, приезжайте в Россию. Да, честно говоря, в этом плане Канада просто позорище. Что у нас в Монреале, что в Торонто, что здесь, что в Америке. Вот в Ванкувере говорят, хорошие дороги. Я ездил, вроде ничего. Это поскольку 10 лет стало? Не знаю. В Ванкувере сам по себе климат более такой позволяет дорогам сохраняться лучше. А здесь глинистая почва. Ну, зима, осень, зима, осень. Медмонтан же вроде богатая провинция. Вот они каждое лето и делают эти дороги. Денег-то много. Хорошо, что это не бедная провинция. Если бы была бедная, тут вообще была бы разруха. А какие районы самые старые? Ну, я имею в виду, в Монреале есть дома, которые там, ну, где-то, может, там, 50-х годов. Тут есть дома, которые, начало века, 1905 года дома есть. Ну, это все в центре, да. Это даун-таун, да, около вокруг даун-таун. Да, это все в центре. Нет, ну, понятно. Ну, они там трущобы такие, я хочу сказать. Сейчас старые дома смотрят, которые покупают, и ставят муэ. Видишь, вот эти же дома тоже, они деревянные же все? Ну, да. Эту муэлью, наверное, лет 15. И еще, я когда сюда ездил, вернее, ехал и начал рассказывать, я сказал, что, я не знаю, Эдмонтон дешевый город, дорогой. По чем обычно в среднем здесь недвижимость? Ну, сравнительно дешевый по сравнению со всем остальным рынком Канады. То есть, ну, скажем так, вот, средний такой дом будет стоить 350-400 тысяч, которые мы видим сейчас здесь. Это дома относительно новые, это где-то, наверное, 2000-х. Да, это район, да, это последний где-то 7 миллионов. А раньше тут другие дома были? Нет. А, то есть это тут пустырь было? Да, лес. Вот такие посадки. Вот такой вот лес. А вот сейчас мы будем заезжать на мост, с этого моста будет видно. И Вестердмонтон-молл, и даунтаун, ну, центр города. Вон, центр города четко отсюда виден, видишь? А это вот с таким телефоном, это мол. А где у вас хоккейная арена? А это мы будем, когда в даунтаун, я тебе покажу. Она в центре города. Ты на хоккей хоть раз ходил тут? Один раз ходил, с дочерью. Я тоже один раз ходил. Не помню сколько, но я только приехал. Ну, в Ватаве, я имею в виду, в Эдмонтоне один раз. Я только приехал. Я помню, билет очень дорого стоил. Сколько я сейчас не помню, врать не буду. Но для вновь приехавших, это было, но просто мне так хотелось. Для того уровня, на котором мы были вновь приехавшими, для нас все тут дорога была. Да, очень дорого было. Вот. Но я получил удовольствие. У меня, кстати, у нас называется это Белл-центр. Это главная хоккейная арена, где Минхайловские матчи проходят. И у меня когда... Ну да. И у меня, когда сын играл в хоккей, у них там был турнир прямо в Белл-центре. Прикольно. Это у нас раньше Рексал назывался, а сейчас Роджерс? Ну, это по названию спонсоров. Белл, это телефонная компания. Роджерс тоже телефонная компания. Ну, в Атаве, например, был Коррелл-центр. А это что? В честь чего? Ну, Коррелл, это в честь вот этой компании, которая Коррелл-дроу. Это фотошопинг и векторная графика. Ага. Вот. Но потом они что-то там разругались, рассорились. И Коррелл поменял свое лого и, в общем, там они все поменяли. Это было еще когда я там жил. Я не помню, как называется арена в Торонто. Мэйпл Вифф. Нет, но Мэпл так и называется? Мэпл Вифф. А вообще Эдмонтон сколько лет городу? Ой. Ой. Еще тысячу, там больше ста лет ему. Больше ста лет? Это, этот город был, собственно, на пути золотой лихорадки. То есть из Америки в Аляску народ шел за золотом именно через Эдмонтон. То есть, этот с 1800 какого-то года. Ну, не помню я. Понятно. Сейчас я скажу. Это Нейт. Это основание 1795 год. Какой? 1795. Так 200 лет уже в порядке. Да. 9 января. А еще Оля сказала, что здесь живет довольно много индейцев. Прямо какой-то север, по-моему, Эдмонтона. И у нас на высоте дальше у них резервации. Угу. Ну и как эти индейцы? Они работают, они... Ну, кто-то работает, но все нормально живут. А в основном все сидят на пособии. В основном пьянство, наркомания и другие неправильные социальные слои общества среди них. А те, кто работает, те хорошо живут. Во-первых, они не хотят налоги. Они освобождены от налогов. Поэтому, кто работает из них, те очень даже зажиточно живут и неплохо. Я же не хочу, но бесплатно. А что, работать у них западло? Да, они считают, что мы оккупанты, а значит, мы должны их обслуживать, и работать мы должны. Это нереально так считают. Ну, в принципе, они правы. Ну, понаехали тут. Ты все равно среди них другом не станешь. Даже если ты их поддерживаешь. Не, ну я понимаю, но тем не менее, они правы. Ну, как сказать. Мы тут гости поприезжали. Слушайте, сколько это может продолжаться? Миллион лет, что ли? Да. Уже канадское правительство давно их уже почти истребило. С этим пьянством, наркоманией, с этим, то, что они позволяют им все. Они на вымирании лежат. Их уже очень мало осталось. А вот, видишь, вот такая конструкция, такая архитектура такая необычная, там, видишь? Да, вижу. Это университет Макилана. А это самый высокий небоскреб. Видишь? Вижу, по-моему, он жилой. Ну, конечно. Его построили, говорят, для следующих террористов. Ага. Это жилой небоскреб. Да, да, там же, там квартиры. Там есть офисы, офисы, там есть офисы, бизнесы, квартиры. Ну, друзья, как вам Эдмонтон? Ну, это, кстати, очень старое заведение. А это у вас чего? А, еще можно проехать мимо этого. Какая-то радужная, переходный переход, что ли? Какой переход? Радужный какой-то, или мне кажется? Нет, тебе не кажется. Это просто как солнце. Нет, солнце не светит. Это как раз поддержка того, про что ты подумал. А где ты мне? Вот, прям под нами, вон. Педики? Господи, я не видела. У вас много? Ну, мы топчемся по этому, поэтому все нормально. Да я вижу, вы нормально затоптали, я еле, я еле понял. Поэтому я не знаю, зря они туда поставили, эту, такую поддержку, так сказать, по которой топчутся. Я видел, я видел в интернете, лошади полицейские отказались идти по этой. Они не захотели. Ну, нет, а я прошелся бы с лошадьбой, пусть бы они покакали туда. Так, а что у нас здесь? Это у Мирска, 50 лет назад он был еще колледжем. Это мы по этой дороге сейчас прямо проедем, по высокому мосту, да, Валя? Да. А, ну вот как раз будет возможность сними с Хай Бридж. Мы будем сейчас пересекать реку, называется Форт Норд Соскечевань, то есть Северное Соскечевань. Эта река не как все нормальные реки, то есть все нормальные реки берут где-то истоки, впадают в какое-нибудь море. А эта река вытекает из ниоткуда и течет в никуда. Серьезно? Да. Она вытекает с города, куда-то с ледников начинается и исчезает где-то в середине, там, где-то провинции Соскечевань или Манитоба. В середине, никуда не впадая. Так же рассасывается. А что в этом здании кто-то знает? Тут какие-то правительственные, какие-то главные офисы. Офисы всякие, тут не пишут. А во всех зданиях побывать невозможно. Всякие государственные структуры, там, КГБ, ФСБ, СУЗБОБЕЗОПАСНОСТИ, ВОЗВЕДКА. Канадское правительство уже на официальном уровне разрешило заниматься шпионажем за гражданами, то есть прослушивать телефонные разговоры, записи какие-нибудь. Называется демократник. Да? Именно так и есть. Вон тоже на здании, посмотрите, сверху украинский флаг. Вот так вот. В Монреале такого много нету? Не знаю, не замечал. А вот, вот это вот, типа парламента, да. Это хорошее здание с ротоной. Но оно вечно в ремонте. Вечно в ремонте? Второй год. Ну, такие здания обычно долго ремонтируют. Да, ну, кажется, и не было пластичных флаг. Выглядело хорошо. Потому что они там ремонтируют. Вот тут бы на траке, конечно, я бы не проехал. Ну, тут не положено. Вот это есть, высокий мост. Вот это? Это как высоко мы над уровнем реки ведем. Ну, там река, видишь? Да вижу. За не так и высоко. Ну, для Эдмонта на самый высокий мост. А это, как бы, сверху, по-моему, железная дорога, да? Да, да, да. А внизу что-то есть еще? Да, внизу еще нет. Ага. А наверху метро? Да. А вечером оно разными огнями мигает, этот мост? Ну, мост старый. Этот мост мне напоминает, как в Нью-Йорке, где-то в Бруклине, тоже метро на таких же ржавых столбах. Это самый старый, вот этот старый район, самый старый. Где-то вот Нью-Речка, вот этот район, где-то самый старый. Тут 82-я авеню есть. Ну, это типа как... Типа как Манхэттен, наверное, в Америке. Тут вся молодежь тусуется, все взрослые тусуются. Типа Арбата. Ну, нет, по Арбату машины нет. Тут можно машинами ездить. Просто улица ресторанов, баров, там, ночных... ночных клубов, да не только молодежь. Ну, молодежь, конечно, в основном. Ну, так, для всех там есть, чем поразвлечься. Это где, вот это? Нет, нет, сейчас я поверну туда, я буду... Ну, тут тоже это все начинается, это все как бы тоже, да. Ну, там основная. Ну, тут тоже, видишь, одни бары идут. Тут уже, да, это все начинается. Старый, этот, ну, таки вот. Кинотеатр. До сих пор он. Тут, видишь, тоже одни бары пошли, да. Тут уже, да, тут такой район. Дома тут старые, в общем. Чтобы он больше стадет. Я удивился, когда увидел в России пиццерии Доминос. Ну, может, их уже нет? Они уже собрали монатки. Может, они ушли с рынка? Санкции, санкции их подбили. Вот сейчас мы будем поворачивать на эту улицу. Тут просто рядом университет Альберты. А, да, это в ту сторону. Поэтому все тут студенты тусуются. Тут же и снимают квартиры, тут по дворам, тут такие дома, рентал. Самый большой госпитал здесь рядом. Ну, да. Вот, кто-то до сих пор ходит в масках. Ну, это только лежали на свое усмотрение. А тут еще могут идти в маски, но в шортах. Вон, дядя, в шортах, видишь? Ну, это не совсем в шортах. Нет, идут в масках, причем по улице. Причем они не знакомы. А сколько градусов сейчас? Сейчас минус 0,5. Минус 5 градусов. Минус 0,5. Ну, 0 градусов, 0,5. А. Ну, в общем, 0, короче. Ну, грубо говоря, да, 0. Не лето. Ну, 0 это ничего, можно в шортах. Стоп. Какой-то там вообще ненормальный. Welcome to, Альберта. Вот это вот White Avenue, да. Ну, тут сейчас... Вот это самая крутая тусовочная улица. Да, ну, тут не самое крутое время года, скажем так. Ну, летом тут много. Да, летом тут не проедешь, не пройдешь. Тут и байкеров много, тут у Тим Хортонса байкеры собираются. Вот, скоро я туда тоже буду ездить, наверное. Хотя, среди байкеров это считается ниже достоинства ездить по White Avenue. Почему-то, я не знаю. Да? А, я тебе скажу одну вещь. Я когда зашел в тот байкерский магазин, где, помнишь, с собой были? Вот. Этот, там, хозяин украинец. Ну, он такой, байкерский дядька. Увидел мою куртку, говорит, да, по этой куртке ты на своем мотоцикле только по White Avenue можешь ездить и все. Ну, он вот с такой, с таким пренебрежением сказал, как будто вот на White Avenue ездят только так, отстойники одни. А где, а где не в Западло ездить? Не знаю, он не сказал. Наверное, всех не мог, кто ездит, там не в Западло. Ну, так, я посмотрел, сколько живу здесь. Тут есть Тим Хортонс, и там куча байкеров собирается. Сейчас, вот тут с правой стороны будет старый кинотеатр. Ну, он 1805, 1905 год. Ну, так, вот в этом месте, видишь, где Тим Хортонс, вот тут байкеры собираются. А есть какая-то улица, где какие-то престижные бутики? Не в Моллах, а вот как-то так. Вот они тут тоже. Вот здесь, да? Здесь есть, да. Здесь кофейки всякие. Вон, мол, вон этот кинотеатр. Видите, там вывески, вон, буквально потянули. Сейчас пройдем. Вижу, вижу, справа. Там внутри все старинные, старинные сиденья, все это. Как вот он был построен, так он до сих пор внутри. Там проект Ройт-Якутин? Нет. Там просто сам дизайн. Полиция Эдмонтона. А у вас тоже полиция на внедорожниках ездит? На разных, и на внедорожниках тоже. У нас только на внедорожниках. Нет, у нас есть и легковые. Легковые здесь. Ну, если и есть, то это только under cover. Ну, под прикрытием. Потому что я под прикрытием, не поверю, что я видел недавно Toyota Siena, это миниван. Минивэн. Ну, минибус. Toyota Siena стоит, мигает там полицейский. Это для меня вообще первый раз такое увидел. Причем цвет такой, серенький какой-то. Они ловят нарушителей дорог. А нарушителей тропинок? Их тоже. Да, здание старенькое. Ну, вот так всегда уже. Значит, мы проехали уже то, куда я еду? Ну, не знаю. Это, по-моему, вот здесь я должен был повернуть. Ну, поворачивай здесь где-нибудь. Ну, сейчас вот поверну там уже. Повернусь. Ну, какой ты хотел? Ну, по мосту через реку опять даунтаун. Ну, мы проехали вот сейчас. Ну, так я вижу, что проехал. О, нифига себе, вот он закоптил. Видел, да? Видел. Ну, тут вообще старенький. Ну, это он электронно. Да, или сегодня сигареты, конечно. Сейчас у коронавируса многие позакрывались. А что, кстати, много обанкротилось? Да. Насчет обанкротилось у меня данных нет. Ну, наверное, есть такие. Очень много, я смотрю, очень много в моле магазинах позакрывалось. Ну, значит, обанкротились. Довели экономику. Миша, тут еще у кого-то остались алюминиевые окна. Ты еще не везде поменял. Да? Ну, так это же хорошо. А азиатов много тут? Ну, хватает. Не так, как в Ванкувере, например. Ну, есть. Хочешь через Чайный Таун тоже проехать? Да не, не обязательно. А далеко он? Все, все в центре. Ну, тогда поедем. С правой стороны, там, с левой стороны, там старый железнодорожный вокзал. Ну, из него сделали бар. Там, в центре, в центре. Бар, ресторан. Бар, ресторан. А вот там, с правой стороны, там, в башниках. Там, вот, около нее, рядом, там, крытый рынок есть. Ну, и крытый на улице, летом еще бы, наверное, там. Сейчас, сейчас, наделки, поделки. Вот это рынок, на котором, кстати, я никогда не был. Рынок? Да. Это, как бы, фермерский рынок. Он летом, в основном, работает. Но я, почему-то, в нем ни разу не был. Так получилось. Тоже он, украинский флаг висел. Ну, да, тут где-то только не висит. Где они тут принялись, это не стройная чеклова, что же. Ой, как-то я мотоконава. Ну, сейчас будет, подобрати внимание. Это даунтаун, да, центр города. Там, какой-то стадион, или бейсбольный, по-моему. Может, нет, какой-то, но бейсбольный похож. А ты ездишь, ты дрон с собой берешь? Беру обычно, но зимой я особо не запускаю. Ну, зимой там, что, по нулей градусу, так можно летать, что-нибудь. Ну, можно. Просто тут с дрона хорошо. В следующий раз возьму. Значит, здесь деревья ниже были, было все видно хорошо. А сейчас заросло все. Уходи. Тут муст уже разными светами мигает. Музыка. Тут он уже, только по-показу. Прошло. Тут, кстати, самый муст. Этот муст уже. Это новый мост. Там у нас спортивная арена. Туда если заехать, там будут старинные дома стоять, которые еще с 1800-х годов. Там первые украинцы, переселенцы. Если хочешь, мы можем туда заехать. Там первые переселенцы. Там надо пешком. В смысле, а основатели украинцы, что ли? Ну, не основатели. Просто приехали сюда так давно. Это дома, когда еще были не украинцы, они тогда стояли. Когда лотарь и парадок. Короче, я так понял, что индейцев тут как раз украинцы гнобили в основном. В основном, по-моему, даже украинцы тут раньше индейцев были еще. Да ладно. Правда. Как не понял? А, я понял. Сразу после того, как они выкопали Черное море, они и тут выкопали эту реку вашу. Конечно. А потом уже, когда Первая мировая война случилась, и украинцы назначили здесь врагами народа, и интернировали их в рабочие лагеря. Таким образом... Это здесь было? Да вообще в Канаде было, да. Я знаю, что было. Это правда. Я знаю. То есть это не Джаспер, а Банш. Это действительно была история, такая темная полоса Канады, где украинцев официально объявили врагами. А за что? Ну, Вторая мировая война. Украина, Украинская Народная Республика, УНР, она же была на стороне оси. То есть автро-венгров была на стороне, против которых мы объявили войну, а Канада, Америка была на стороне России в то время. Вот по бокам старые-сотарые дома. Ну, мимо русской церкви надо обязательно проехать. Ты сам решаешь, где. Ну, давай проедем, конечно. Кстати, когда у нас Пасха, кто знает. То есть ровно через месяц? Да. Скоро будем эти куличи печь. Яйца красить. Я помню обычно, когда я снимал города, ну, в основном я снимал в Америке, все время я читал недовольные комментарии, не там ты проехал, самую красоту ты не показал. Я вот еду сейчас с вами и думаю, не там ли мы проехали, потому что, честно, как-то я не могу сказать, что у меня какое-то такое впечатление. У каждого свое понятие красоты, понимаешь? Ну, может, да. Вот у меня мое понятие красоты, это наши города. Это да. А вот это как-то вот... Вот тут мы сейчас будем проезжать. Русская чайная комната. Да? Да. Если ее еще не закрыли... Да или что бы ее закрывали? А вот она с левой стороны. Ты видишь ее уже отсюда? Да. Вот она по той стороне будет. Там работает китайцы. Ну да, почему-то. Вон, Russian. Да, вот она. Вот, вот, открыто. Видишь, T-ROOM. Открыто написано. Русская чайная комната. Ну, как мне понятно, что сейчас... Русская чайная... Русская закусочная, другое. Так это более звучит, правильно? По-нашему, по-русски. А то русская чайная комната. Комната для русских чайная. Ну, чай попить. А там заходишь, и там сразу такая поговорка. Чай, не водка, много не выпьешь. Да, так и написано. Ну, конечно, и тут же наливают. Представляешь, а мы когда приехали... И вон, опять украинский флаг. Где? Вот. Да где? Вон! Да вон висит, Миша, где три флага. Да вижу. Надо пойти ночью. Да ладно, что, пусть висит. А что он тут болтается? Гидрант покрашен. Национальные цвета Украины. Наверное, это неспроста. На Украине вообще все мусорные баки были так покрашены. Это что значит? Да не, что идем в копыта красивее. Это неспроста. Миша ездит, Миша ездит вот так вот. Севастополь. А это... Мне казалось, что кресты должны быть вот не такие православные. Почему такие? Потому что православные кресты. А, потому что они с перекладиной? Да. Именно такие должны быть. Построены по всем правилам православной церкви. Русская греко-католическая православная церковь Святой Варвары, 1956 год. Там написано, как оно строилось, кто ее строил, чем, чей патриархат. Ну, чем. Московский, ты же сказал. Конечно, вон дом. Даже фотографии... Может, поменяли уже, кто его знает. Вон, видишь, там фотографии есть. Он был раньше обычный простой дом двухэтажный, а потом они построили вот тут. Чуть-чуть выше станешь. Что это за пирамиды? Типа как ботанический сад. Там всякие растения, там цветы всякие. А вот это вот китайские какие-то... Это китайские ворота, типа и беседка. Ну, так вроде смотришь, как будто и города нет. Ну, да, как будто деревня, да? Да. Москоза, по-другому. Собачки. Вот это хорошая собачка. А пудель, смотри, какой пудель. Подстриженный, интересно. Так, подстриженные собаки напоминают мне Д'Артаньон от «Три мушкетера» по собакам. Помнишь, было? Мутик. Да, помню, да. Ладно, поехали дальше. Поехали. Вот это... Сити-центр. Сити-центр. Тут все говненты сидят. Паспорта тут получают. Какое здание? Ну, вот, которые такие. А, вот это красное? Да. Розовые окошки. А вот это вот все разданиях людей, это суды. Это там суды. Там штрафы платить надо. И в тюрьму садят оттуда тоже. Сейчас будет украинский магазин. Ну, это там... Справа, слева? Справа, да. А, это... Там вообще такая... Это как... Я не знаю. Ну, там конкретная русофобия. Там вообще, там заходишь, такое ощущение, как у нас магазины, были, наверное, в 30-х годах. Там все сразу. И продукты, и одежда, и посылки, и книжки, и иконы, и бижутерия, и вышиванки. И что там такое нет? И все вот так вот, а вы как? Какой-то... Вот как в голове у них, так вот такой у них такой магазин. К Голодоморцам будем подъезжать, Оль? Ну, не хочу. Не хочешь? Не хочу. Тогда я не буду. Тогда, там пешком надо идти. Туда не подъедешь на машине. Миша, быстро не едешь. Ладно, ладно. Не ори на меня. Где-то написано орбит. Я все время мимо прыгаю. Вот он орбит. Вот он. Да, вот он орбит. Ой, это маленький такой. Ну, да. Я что-то искал побольше. У нас в деревне и то лучше где-то. Забегаловка. Гов-корт. Орбит. А что орбит? Так и не называли. Понравилось. Назвали бы как-то. Как жвачку. Гопак-то какой-нибудь. Мисту. Ну да. Мист. Роял Альберта Музею. А что в этом музее? Это новый музей, кстати. Это новый, это мне был. Да, он недавно построил. Это музей, который перенесли где-то. Короче, тут любой музей, там ничего интересного. Там все бутафория. Там ничего настоящего нет. Все бутафория. Еще тут музей, который перенесли оттуда, куда мы перенесли. Да, где ходили. Тут разные камни, выставка, выставка технете, как они жили. В общем так. Я когда заходил сюда несколько раз в музей, единственный музей, который мне понравился, вот реально понравился, это был музей в Отаве, где железнодорожные локомотивы стояли. Там стояли все настоящие, мало того, ведущий музей сказал, все рабочие локомотивы, поездок, паровозы. Это в Отаве, да. Надо съездить. Там вот стояло, прям целое депо там огромное просто. Вот там мне правда понравилось. Ну, понравилось также в музее войны, там где наши танки стоят в центре города в Отаве. Там тоже все настоящее стоит. И понравилось мне еще в авиационном музее. Там тоже настоящие самолеты стоят, все настоящее стоит. Все остальные музеи здесь, вот мы въезжаем сейчас в Чайна Таун. Это уже Чайна Таун пошел. Все остальные музеи здесь, вот если кто-то ожидает зайти в музей и увидеть так, как привыкли мы это видеть в России в музеях, где все настоящее стоит. Тут написано. Тут все на китайском, видишь, все на китайском. У меня, кстати, дома ружье 1812 года есть. Настоящее. Могу в музей продать. Хоть что-то у них будет. Да, они хотят бесплатно. Это Чайна Таун. Бесплатно? Не дам. Чайна Таун. Чайна Таун, по-моему, в любом городе есть. Конечно, в любом крупном городе. Ну да, крупном. А вот, если я не ошибаюсь, католический украинский церковь. Кукола, видишь? Да. А другая улица, там уже и итальянцы. А в Даунтаун самая основная, главная улица где? А мы так и не проехали. А мы сейчас туда объедем, проедем по ней. А чего вы вообще решили переехать в этот город? Работа. Да какая работа? Ну и работа тоже. Ну вот расскажи, вот приехали вы в Монреаль, пожил ты год в Монреаль. Вот чего ты решил переехать в Эдмонтон? Я не из Монреаля уезжал в Эдмонтон, я из Оттавы уезжал в Эдмонтон. Ну окей, неважно. Я в Оттаве прожил с 1995 года по 2005 год. Почему решили в Эдмонтон? Знаешь, вот у нас у Даньки так предполагали, что у него астма. И две причины побудило нас поехать. Первая причина работа, вторая причина нам сказали, что в Эдмонтоне более сухой климат и для Даньки с его астмой будет гораздо лучше. А астма есть? Сказали астма сначала, мы пшикали ему, помнишь, в рот этим? Ну это мужик здесь пшикали. Нам там прописали, и здесь тоже мы покупали по рецепту. Так есть астма? А когда приехали сюда, выяснилось, что у него никакая не астма, а просто возрастнула. Короче, рекрутировали в Эдмонтон. Да, ну я говорю, две причины. Ну с работы, слава богу, мы не проходили. А с работы как-то? Отлично. Тут мы приехали, тут на каждой рабочей машине было написано, вы хайринг, вы хайринг. То есть на работу принимаем, принимаем. Вот, то есть как бы да. Миша приехал, пошел в работу, он не мог найти хелпера. Людей не было. Да, тяжело было человека найти на работу. Вон жену приедет. Вот собачка, которая работает. Я ходила ему помогала, потому что нельзя было найти никого. А зарплаты тут выше, чем, к примеру, вот у нас в Монреале или как? Выше, конечно. Тут дело в том, что в Монреале, из Монреале сюда очень много людей приезжает на заработки. Ну, в основном, тут кто приезжает, стараются устроиться в Форт Махмурей. То есть это самое сердце нефтедобычи. Ну, Форт Махмурей, это уже стало названием нарицательным. Конечно, это до сих пор центр нефтедобычи и газа. Но вокруг Форт Махмурея достаточно много населенных пунктов и центров добычи нефти, которые по своим соразмерам, ну, не хуже, чем Форт Махмурей. Ну, просто так стали назвать Форт Махмурей, имя такое, знаешь, нарицательное. Где ты работаешь в Форт Маке? Это примерно 500 километров от Эдмонда, но чуть меньше. Ну, вот это главная улица. Вот мы сейчас едем. А, кстати, вот сейчас смотри, мы будем проезжать, я перестуюсь в эту сторону, а ты сразу вот сюда, поверни, там мы будем проезжать. Не-не, сейчас вот после этого дома будет гостиница, называется Макдональд, да? Да. Там привидения, говорят. Да. Самые настоящие. Серьезно? Да. А ну где? Вот сейчас ты вот увидишь. Да, привидения. А вот это? Да, вот это вот. Тут привидения, самые, что ни на есть, настоящие. В каком-то одном номере. В одном номере? Да. Да. И там стоит, я не знаю, дорого, недорого. Дорого там, да, Маша? Да, очень. Дорого, и там никому не селится. Ну, там вид, там река, там сверху, понимаешь? Да. В номере с привидением селят? Ну, да. Что? Не селятся люди. А привидения кого? Мужчина, женщина? Я не знаю, вот это у меня ребенок сзади сидит, она все про привидения. О, ребенок, расскажи. Это настоящий отель. Расскажи нам про привидения. Там привидения. Мужчина, привидения, женщина. Есть какая-то история. Там какая-то произошла история, убийство какое-то. Когда ночью люди спят, говорят, что слышат лошади, как они там, я думаю, не знаю, и стучат. Вообще-то можно почитать. Ну, то есть Маша не знает ничего. Нет, там какое-то произошло, это какое-то убийство произошло. Ну, да, провидения это всегда убийство. Вот это самая центральная, как бы, улица города. Ну, эта улица как-то чем-то напоминает Монреаль. В Монреале, правда, центральных улиц несколько. Там даунтаун довольно большой. Ну, вот, более-менее напоминает Монреаль. А метро, кстати, есть? Здесь, ну, как тут не метро, тут... Метро подземное и наземное. Ну, подземного тут мало, в основном оно на землю ходит. Вот через даунтаун подземное, да? Да. А метро, ну, как обычно, некрасивое? Нет, вот красивое нет. В Монреале тоже нету. В Монреале нет, кстати, в Атаве довольно... В Атаве нету метро. В Атаве нету метро. В Торонки нету. В Торонки нету в Атаве. Здрасте, я был, снимал даже какое-то там... Они начали строить там. Да есть там и подземное, и оно выезжает, и наземное. И такое модное такое. Они только начали строить, они не так дорогие. Сейчас будем проезжать, ты вот эту ленточку сними и сорви ее. Да не надо. Ну, как не надо? Ну, не надо, ну, Миша, ну что ты... Ну, это же нацисты едут. Ну, надо. Это ленточка Дауна. Мы люди мирные. Ну, правильно, поэтому надо снять. И повесить нашу. Эту, миротворческую. Вот, ну, есть больница, которая была в этом доме, где сейчас там перестраивают. Там тоже истины. Ну, там с привидениями договорились. Они на время ремонта не беспокоят строителей. Не знаю. Мне кажется, наверное, что-то это какой-то рекламный трюк с привидениями. Мне тоже так кажется, но тем не менее, все в это верят. Ну, это было подтверждено. Конечно, научно. Нет, это написано здесь. Вот смотри, я читаю в Альберке. На заборе тоже написано. Вот в Альберке есть привидение. Отель Баум Спринг. Потом есть Центр Искург Баумена. А это тоже в честь Украины? Нет, это тут так повесить. Или так всегда, да? Оно меняет цвета. Да, бандитское аббатство. А, вот в этом Макдональде убитая привидение, в том числе призрачная лошадь, которая упала замерзко во время залива, а, заливки фундамента здания в 1914 году. Куда он поехал? А, на красный можно? Короче, тут знак стоит, видишь? Нет, зная красный. Привидение лошади. Давайте завтрак в ресторану Лабуши. 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 В первых счастливников его преследуют до у жены бывшего владельца, убитого в ярости и зарядности. Школа Маккей-Арини в центре Эдмонтона. Это музей, который раньше служил в школе. Это было место проведения первых двух законодательных средств в районе. Одной из основ сущностей, по мнению верующих, является двух рабочих, погибших в предпадении во время строительства здания. Сейчас мы куда? К арене? Да, сейчас поедем к арене. Вот, кстати, тот театр, где мы вот это, театр принцесс Вэдмонтоне, часто посещается призрачной инвестой, которая покончила жизнь с самоубийством, повесившись в 6920-х годах, после того, как была изнана от любимого человека. Ведмонтоне очень много поведений. Ну, поэтому его и называют Дэдмонтон. Так, вот по этой улице сейчас мы доедем до хоккейной арены. Роджерс называется. Роджерс. Тут НХЛ играет. Эдмонтон Оилерс. Ты примерно помнишь, когда последний раз они кубок Стэнли брали? Я не примерно, я вообще не знаю. Но меня это знаешь как-то даже никогда не... Монреаль Канадин что-то так далеко, давно, или где-то в 90-х, по-моему, где-то, в 92-м. Я точно не помню. Очень давно. Хотя в прошлом году в финале играли. Такой довольно современный, но не довольно, а очень современное здание. Очень новое здание. Красивое, мне нравится. очень даже прям наверное самое красивое, что я здесь увидел. хе-хе-хе. Мандерец, Антемна, там несует спорта. Шкурма. Вон там не снимай. А перенесли этот памятник к этому Грецкому или кому-то сюда. А здесь что-то стоит? Да. Прямо поле стоит. Тут же казино. Ага. Гранд Вилла Ладно, ребята. Ну, в общем, так выглядит Эдмонтон. Миш, спасибо тебе за экскурсию. Ну, мы потом с тобой договоримся. Ха-ха-ха. Спасибо большое. Обсуждайте, ребята, как вам понравилось. Мне было очень интересно. И без Миши я, конечно, по всем этим улицам на траке бы не проехал. Ну, и гуски друг друга не обманываем. Да, точно. Машина доедет до самого как там, какой там город, куда он ехал. А я не помню. Да, она сломалась. Ха-ха-ха. Да. Ну, мне бы все время казалось, что я все-таки где-то не там. Ха-ха-ха. Ну, вот Эдмонтон такой. Все. Обсуждайте. С уважением. Ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки. С уважением. Бен и Миша из Канады. Из Эдмонтона. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok